МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите реалити-проект такие же. Программа о людях с ограниченными возможностями. Сегодня речь пойдет о детях. Рождение ребенка-инвалида меняет и жизнь родителей. Обычно отец и мать, узнавши о недуге ребенка, находятся в состоянии стресса. К сожалению, окружающие не всегда понимают, что в такой семье горе. Это не семиминутная трагедия, один из постоянных компонентов жизни. В самом начале нашей программы мы заглянем в школу так называемого восьмого вида. Школу для детей собственной осталостью. Девочка! Девочка! Как девочку зовут? Давай, ты мне их почитай. Ю-я! Еще раз. Ю-я! Это пятый класс, а здесь дети учатся всего лишь читать и писать буквы. Но и это уже большой прогресс. Раньше малыши с глубокой умственной отсталостью заканчивали лишь четыре класса и выпускались со справкой. Я крыльчатку открою и как надо положу. Я, друзья, от вас не скрою, ручку правильно держу. Посмотрите, дети, как красиво у нас написали. Старался, буквки красиво писал, чистенько, аккуратно. Все стараемся вот так же красиво работать. Молодцы дети. Когда с ними работаешь, то понимаешь, вот у них, возможно, недостаточно академических знаний. То есть объем академических знаний невысок. Но в отношении творчества, в плане творческих способностей, эти дети более чуткие, наверное, чем здоровые. Многие дети с удовольствием занимаются на уроках художественной росписи, то есть это направление технологии. И есть дети очень способные. Вот у нас два выпускника 2014 года и 2013 года. Елахова Мальвина. Девочка, участница всевозможных международных конкурсов рисунков. У нее вот эта серия тематическая, космическая. Такие животные, такое сочетание красок просто невероятное совершенно. Был один мальчик, он вышел в этом году, то есть закончил в этом году школу Гомбарьяна Рам. Ребенок занимался параллельно в школе художественной. И тоже вторая выставка картины в нашей школе – это его. Чебоксарская специально коррекционная общеобразовательная школа номер один в 2013 году вошла в число 100 лучших школ России. А в номинации «Лучшая коррекционная школа России» заняла первое место. Ученики этой коррекционной школы, как и все обычные дети, любят и рисовать, и играть, и выступать. С большим удовольствием репетируют сценки и сказок. Но чтобы эти ребята смогли выучить постановку, по словам педагога, уходят годы. Однако некоторые дети категорически отказываются принимать участие в танцах. И то, что они просто согласились посидеть в зале – уже достижение. Поднимаемся на остаду сейчас и репетируем сказку «Репка». А Элина не может говорить, но очень любит выступать. Ее любимая роль – репка. Ты же выросла, я бы. Ты большая. Ну, Ассенька, умничка ты моя, пойдем, моя хорошая. У Насти синдром Дауна. В этой сказке она играет мышку. Когда дома мы же троем живем, когда никого, она спокойная. А если есть народ, надо себя показать. Она у нас выступать очень любит. Тихо. Да? Настя, сиди прямо. Сиди вместе с себя. Есть сестра Аня. С Аней они хорошо дружат, гуляют вместе. Мам, и тебе не силечу. Вот, тихо сиди, тогда услышишь, ладно? Угу. А Анина друзья тоже вместе гуляют, знают то, что у Насти. Вот у Ани есть такая Настя с таким диагнозом. И вместе гуляют, ходят, и в кино ходят, и в кафе там гулять берут ее с собой. Ару. Роллы кушают. Настя. Я хочу сказать родителям, чтобы не унывали. Все равно, ну, есть такой диагноз, никуда не денешься. Надо жить дальше, ради детей наших, ради нас. Все равно же. Ну и что мы такие, у нас такой диагноз, мы как-то не думаем об этом. Все хорошо, как обычно, и же дети живем. Играем, ходим в школу. Да, ведь, Настя? Настя. Класс. За ответом, много ли в настоящее время рождается детей инвалидов и почему это происходит, мы обратились к заслуженному врачу Чувашской республики, неанатологу Поляковой Татьяне Александровне. Чаще всего дети инвалиды или дети с какими-то отклонениями рождаются преждевременно или слабыми, или теми, которые требуют интенсивной реанимационной помощи с самых первых минут после рождения. Основная причина, почему детки рождаются раньше срока, это состояние здоровья родителей. Любое тяжелое состояние и тяжелое отклонение в состоянии беременности, оно, как правило, имеет последствия в дальнейшем периоде жизни, в большей или меньшей степени. Кому-то удается восстановиться, если фактор действовал не очень долго, так скажем. Но если влияние было очень сильного, этого фактора, произошла какая-то гибель клеток, то восстанавливается достаточно сложно это. Поэтому реабилитация и идет с самых первых минут после рождения. На момент съемок этой программы в Чебоксарах в третьем роддоме находилось два младенца с синдромом Дауна. Во время беременности в анализах матерей этих малышей нарушений в генах не было выявлено. Чего ты возмущаешься? Ты сегодня у нас очень возмущаешься. Тебе ничего не нравится. Вот его сразу видно, да? Он хороший малыш, классный. Ну, вот имеет такие особенности. Поэтому ты не возмущаешься у нас. Генетический паспорт по-хорошему должны иметь все. Что у нас в генах? Мы должны заниматься генетическими проблемами тоже. Какие риски существуют в генетических заболеваниях? Поэтому определенную группу риска обследуют генетики на ту или иную патологию, когда она уже случилась. Но по-хорошему в развитых, допустим, цивилизованных странах, да, генетический паспорт имеют практически все и знают, ну, в каком аспекте им заниматься и обследоваться, какое наследственное заболевание характерно для той или иной семьи. В этой серии мы расскажем о детях с различными формами инвалидности. Героями следующего сюжета станут малыши с нарушениями слуха. Частично липолная глухота лишает ребенка важного источника информации и тем самым ограничивает процесс его интеллектуального развития. Нарушение слуха влияет на речь ребенка, на его мышление и память. Мы сегодня будем делать с вами аппликацию. Десят. Да. Что такое? Скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? Осень. 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 Глухие дети не могут самостоятельно обладеть речью и без специального обучения становятся глухонемыми. Чем раньше начинается эта коррекционная работа, тем меньше психическое развитие отклоняется от нормы. Детям с нарушениями слуха особенно важно слышать четкую речь, ведь они еще и читают по губам. Плюс к этому для глухих и тугоухих используются специальные таблички, на которых написано название предметов. Таблички в своей работе с детьми используются дефектологи. Читает Юля. Груша. Где здесь груша, Юля? Покажи грушу. Вот. Груша. Чебоксарский детский сад номер 26 для глухих и слабослышащих. В этом году здесь была открыта группа, в которой вместе обучаются и здоровые малыши, и малыши с нарушениями слуха. Когда мы собирались открывать группу, мы боялись, что обычные дети будут как-то негативно относиться к этим сверстникам глухим. Но мы замечаем, что никакого негатива абсолютно нет. Они с удовольствием с ними занимаются. Я думаю, что они будут более милосердные, более терпимые и более благосклонные детям инвалидов в будущем. В детские коррекционные учебные заведения на практику приходят студенты педагогического университета. Будущие дефектологи и логопеды. Помимо обычных занятий, они показывают детям и творческие номера. В данном случае это жестовая песня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В основном в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха жестовая речь применяется в качестве помогательного средства общения. То есть основное средство общения – это словесная речь. Но в любом случае есть воспитанники, у которых родители не слышащие. Естественно, в таких семьях жестовая речь является родным, жестовый язык является родным языком. И поэтому при общении, показ с детям, что можно не только общаться, а красиво исполнять жестовые песни, позволяет детям дошкольного возраста видеть красоту, уметь ценить такой вид искусства или уметь ценить жестовую песню. АПЛОДИСМЕНТЫ Герой следующего сюжета – мальчик Рома. Ему 5 лет. Он не может ходить и говорить. Диагноз ДЦП поставили в год. С тех пор родители Мурша посвятили свою жизнь тому, чтобы поставить сына на ноги. Буквально. Как и большинство родителей, в подобной ситуации мама и папа Ромы пробуют все способы лечения. Мы познакомились с этой семьей, когда их малыш проходил курс ипотерапии. Да, кушать хочет Рома. Да, посмотри, покормим ее. Дай пальчики. Опа. Опа. Съела лошадку, яблочко, да? Съела? Каких только процедур не испытал на себе Рома. Ну, из всех самое интересное и приятное – это ипотерапия, то есть лечение лошадьми. Таких занятий он прошел еще немного, но результат мама заметила уже после первого катания. Дело в том, что температура лошади выше температуры человека на 1-1,5 градуса. И создает ощущение тепла, расслабляет мышцы. Движения спины идущей лошади разогревают и массируют мышцы ног всадника, усиливают кровоток. В результате улучшается кровоснабжение во всем организме, в том числе и в мозге. Необходимость удерживать равновесие заставляет всадника синхронизировать с движениями лошади работу мышц спины, туловища, шеи и ног. Плюс к этому общение с лошадьми несет пациентам радость и эмоциональный подъем. И, Ром, дай маме листочек. Давай, 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 тянись, тянись. Вот, маме, листочек достали. Давай, тянись. Ой, молодец. Проблема со здоровьем у Ромы с самого рождения. В полгода у него начались приступы эпилепсии. Мальчик не может ходить и говорить. Роды были очень тяжелые, продолжительность была очень большая. И плохо выходил Ромка. И как бы из-за этого мне нажимали на живот очень сильно, выталкивали его прям. Он сразу попал у нас в реанимацию, сам не задышал. Сам не задышал, находился на искусственной вентиляции легких. Где-то на пятый день он начал дышать сам. Последнее время стало популярным собирать пожертвования через интернет. Родители детей инвалидов создают группы в социальных сетях и объявляют о сборе средств на лечение своих малышей. И неравнодушные люди действительно находятся. 50 тысяч вроде как это лечение и проживание. Вроде и небольшая сумма, но это было не по силам нам уже. И нам повезло, мы открыли вот эту группу ВКонтакте. Нашлась, кстати, девушка. Ну вот, люди нашлись, которые нам, в принципе, на лечение дали всю сумму сразу. Прошли курс лечения. Не второй курс лечения. Это реоцентр Ульяновска. После Ульяновска у нас есть небольшие сдвиги уже. Видно, что речевая активность у нас повысилась. У нас многие слоги появились, звуки какие-то. Он крепнет, мы видим. На второй курс лечения мы вот собирали денежку. И хотим сказать большое спасибо всем, кто нам помог, кто нам помогает. Мы хотим пожелать, конечно, всем большого здоровья, чтобы никто не болел. Вы посмотрели фрагмент занятий ипотерапии. Еще более полезным считается дельфинотерапия. К сожалению, в Чебоксарах дельфинарии нет. Но некоторые родители детей-инвалидов возят своих деток туда, где проводятся такие занятия. К примеру, в Анапу. Ультразвук, который издают дельфины, воздействует на человека на клеточном уровне. Кроме ультразвука, своим дружеским нравом дельфин поднимает настроение и избавляет человека от депрессии. Гиперактивные дети после нескольких сеансов дельфинотерапии становятся более спокойными. Дети с аутизмом начинают быть более общительными. У детей с ДЦП улучшаются движения. Они пытаются встать на ноги. Но не все могут позволить себе такое занятие. Один сеанс в среднем стоит порядка 4-5 тысяч рублей. А героиня следующего сюжета родила здорового детей. Все было хорошо. Младшая дочка уже закончила садик и собиралась пойти в школу. Но в то лето произошла страшная трагедия. Девочку прямо на пешеходном переходе сбивает машина. Эта беда полностью изменила жизнь семьи. У нее именно головной мозг пострадал. Тяжелый шип головного мозга. Все остальное цело. Но не считая переломов ключицы и челюсти. Центральная нервная система не дает импульсов, сигналов. Тело ее не слушается. Сейчас Руфине 9 лет. Еще полтора года назад она была очень веселым и активным ребенком. Занималась в музыкальной школе. Но все изменилось буквально в одно мгновение, когда 7-летняя девочка одна возвращалась из социально-реабилитационного центра. Я позвонила с работы и сказала, что я сегодня 2 часа не могу к вам прийти, потому что такая ситуация на работе. Она же вместо того, чтобы как-то помочь, сказала всем, что я позвонила и сказала, чтобы она пошла одна. Руфина, получается, пошла ровно одна. 2 часа 14 минут машина ее на первом же пешеходном переходе сбивает. А эта воспитательница, она зашла тут же рядом в магазин, прям рядом, не могла через пешеходный переход переводить. Водителю дали амнистию. И если бы его осудили по статье, которую должны были осудить, то есть он был фактически в состоянии наркотического опьянения, но его осудили, что он не был в состоянии опьянения, хотя наркотики в моче были. Ему дали амнистию. С другой стороны, на месте этого водителя, неграмотного водителя, который со скоростью промчался там, где есть знак «Осторожные дети» и 40 километров ограничения, и пешеходный переход, и видимости нет. Естественно, надо было представить, раз уж такой глупый водитель попался, то хотя бы воспитатель мог бы не отпустить, зная, что это опасный участок. Семилетнюю девочку, она еще первоклассно успела пойти. Ну как вот так взять и отпустить? Я в садике 6,5 лет работала. Если бы у нас такое, не дай бог, случилось бы, у нас бы сама лично заведующая повесила. У нас никогда, где ребенка, никогда никто никогда не отпустит одного. Никогда в жизни. Как вам помогают сбившие? Никак. Сбивший водитель спустя год, 8 августа, перечислил ровно тысячу рублей. И все, больше он ничем не помогает. С момента трагедии жизнь в семье Соломоновых кардинально изменилась. На игры в этом доме больше нет времени, да и настроения. Старшая сестренка Маша помогает маме заниматься с Руфиной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руку давай держи. Руфина, надо опираться на руки. Опираться, надо учиться. Опирайся. Держись. 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 Людмила очень ждет волонтеров, кто помог бы хотя бы выносить Руфину на прогулку. Девочка почти все время лежит на кровати. И мама обклеила потолок фотографиями, в надежде, что дочка посмотрит на них и к ней вернутся чувства и эмоции. Но пока Руфина ни на что не реагирует. Сохранился лишь слух. Пусть руки вспомнят, вспомнят у тебя эту флейту. Как ты держала ее? Да, давай, сыграй что-нибудь. Руфина, сыграй. Нет, кушать не надо. Это надо губами. Это флейта. Сложно смотреть в глаза детям, в которых страх, боль и крика о помощи. Легче отвернуться, как многие делают. Но какое счастье чувствовать себя причастным к спасению чьей-то жизни. Давайте попробуем быть внимательнее, добрее. И по мере возможности будем помогать тем, кто в этом нуждается. Беда может коснуться любого. Не будь равнодушными. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова